Это просто чудесно. 20 великих побед с 2000 по 2020 годы. Таблица роста цен на бензин за последние 20 лет указана средняя стоимость по стране. 21 год назад 92-й стоил 7,5 рублей за литр, 95-й стоил на рубль дороже. Бензин всё это время неуклонно дорожал, 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 дорожал. И здесь отмечено, как Путин отзывался об этих всех процессах, как Путин сражался с ценами на бензин. 2000 год. Бензин, я буду называть цены в 92-м, бензин подорожал на 70 копеек. Мы должны выходить на реальные цены на бензин. Ещё на полтора рубля дорожает. К следующему году Путин говорит, обеспокоен скачком цен на бензин. Проходит два года, цена выросла в полтора раза. Путин высказался против спекулятивных цен на бензин. Путин выразил недовольство ростом цен на бензин. Путин потребовал оперативно следить за ростом цен на бензин. Путин заявил о необходимости снизить акциз на бензин. Путин пообещал разобраться с высокими ценами на бензин. Путин потребовал вернуть цены на бензин на уровень прошлого года. Путин считает, что в России цены на бензин слишком высокие Путин пообещал надавать по рукам за высокие цены на бензин Путин потребовал от Сечина снизить цены на бензин Путин потребовал разобраться с ростом цен на бензин Путин потребовал проработать вопрос с ценами на бензин В 2017-м Путин объяснил рост цен на бензин в России Понимаете, уже не надо бороться, беспокоиться Просто объясняешь, что это все нормально В 2018-м потребовал от нефтяников умерить аппетит внутри страны. Это не государство виновата своей криворукостью, это нефтяники виноваты. И в 2020-м году прогноз 43,8 рублей за литр 92-го. Путин удивился росту цен на бензин в РФ. Добрый день, дорогие друзья, с вами Павел Иванов и на канале Аудио Статьи. Подборка потрясающих новостей. Вы знаете, когда нодовцы, охранители, любители Путина начинают рассказывать, ну вы понимаете, Путин старается, бояре плохие, много агентов Запада, у них там счета, недвижимость, Путин с радостью бы их всех поганой метлой выгнал, но не может. Хорошо, если Путин не может сделать то-то и сё-то, мы можем это понять. Я лично не могу понять, зачем в такой ситуации врать. Если ты понимаешь, ну вот слушайте, я работал учителем 12 лет, ко мне приходят и говорят, Павел Андреевич, вот я хочу сдавать ЕГЭ по химии, какие у меня там шансы, бла-бла-бла. У кого-то шансы сдать на 80 баллов из 100 ЕГЭ, у кого-то на 60 баллов, у кого-то шансов сдать хотя бы на проходной балл, хотя бы на 45, даже этого нет. Я не могу ребенку обещать, да, выбирай химию, мы с тобой подготовимся, ты точно получишь 95 баллов из 100, никаких проблем не будет. Это безответственно, это подстава, это предательство. Не может серьезный человек, который хоть чем-то руководит, хоть чем-то, он не может безответственные заявления делать. А Путину можно. 20 лет Путин кормит обещаниями. Мы обеспокоены, мы разберемся, мы снизим, мы требуем, мы призываем. Только всем плевать. Скажите, пожалуйста, зачем вам такой руководитель? Он врет всей стране в лицо. Вот эту информацию, друзья, скидывайте нодовцам, скидывайте любителям Путина. Пусть они сами проверят. Эти все цитаты подлинные. Пожалуйста, найдите их. Можете прямо в Яндекс ввести. 2004 год. Путин высказался против спекулятивных цен на бензин. И после этого они дорожают и дорожают и дорожают. 2008 год. Путин бы обещал разобраться с высокими ценами на бензин. Просто вбивайте. 2008. Путин бы обещал разобраться с высокими ценами на бензин. Пожалуйста, вы найдете. Он правда это говорил. Правда говорил. И врал. И никакой работы сделано не было. Что вы сделаете с рабочим, кто пришел вам покрасить стены, обещал, что все будет хорошо, а потом выяснилось, что он не умеет этого делать. Краска израсходована, стены покрашены криво, краска легла неровно, заляпан дорогой ваш ламинат или паркет. Позвали человека положить плитку, плитка вся побита, все криво-косо, надо ее отколупывать, покупать новую, новую плиточный клей, пачку покупать. Вот это зачем нужно было? Что вы сделаете с такими работничками? Поганой метлой таких надо гнать. Вот и к Путину мы так относимся. Только почему-то, когда здравомыслящие люди говорят Путина в отставку, их называют, нас, меня называют агенты Запада, предатели. Ребят, он нашу, вашу страну уничтожает. Вы говорите, что это мы какие-то агенты влияния. Нет, мы истинные патриоты. Мы истинные родители за благо нашего Отечества, за благо нашего народа и человечества в целом. Тем временем башкирский министр труда отжигает. Она объяснила рост безработицы пособиями и социальными выплатами. Типа раз государство помогает людям, какие-то денежки раздает, пособия и выплаты социальные, копейки на самом деле, то вот из-за этого люди работать не хотят. Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова Господи, как мне стыдно встречать свою фамилию среди чиновников, депутатов, всяких пропагандистов. Сегодня на совещании в региональном правительстве заявило, что в прошлом году на регистрируемом рынке труда безработица выросла в пять раз. Как следует из доклада Минтруда Башкирии, если по состоянию на 1 января прошлого года в Башкирии было зарегистрировано 18,3 тысяч безработных, то по состоянию на 1 января 2021 года это количество составило 106,5 тысяч человек. Люди теряют работу, людям нечего кушать, не на что кормить детей, покупать лекарства, не говоря уж о каком-то отдыхе. Причина роста безработицы, по словам госпожи Ивановой, стала повышение размера пособий, а также возможность получать безработному, имеющему несовершеннолетних детей, специальную доплату в размере 3 тысячи рублей. Ну то есть если ты не работаешь и получаешь 3 тысячи рублей, то тебе этого хватит. Она вообще на какие деньги живет? Интересно, сколько у нее зарплата? Возможность получать дополнительные социальные выплаты безработным. Кроме того, как считает министр, на рост повлиял тот факт, что граждане, не выходя из дома, могли зарегистрироваться в качестве безработных. Фактически она имеет в виду, что люди и были безработными, но только сейчас упростилась процедура регистрации. То есть те люди, кто долго не может найти работу, они понимают, окей, мне нужно потратить там несколько дней идти в этот центр занятости, регистрироваться на бирже труда, проходить унизительные беседы, процедуры и потом получить 500 рублей. Сейчас регистрироваться стало проще через интернет. Люди, кто не хотел терять времени, быстрее регистрируются. Ну и смысл в этом появился все-таки не 500 рублей, а несколько тысяч рублей. Разница ощутимая. То есть она даже не стыдясь, говорит о том, что вообще-то у нас огромное число людей даже не хотят регистрироваться безработным. Настолько бесполезна система, которую она возглавляет. Она министр труда. Она отвечает за то, как вообще люди работают, регистрируются безработными, ищут работу. Есть ли вакансии, есть ли рабочие места, что там с бизнесом. Это ее прямая ответственность, прямая обязанность. И она вот беззастенчиво говорит, у нас-то все нормально. Просто понимаете, ну как бы вот это люди плохие. Они решили сейчас пойти и нам статистику испортить. Какие наглецы. Пособие захотелось. 3000 рублей на детишек получить. Это вот просто лодыри, тунеядцы, алкаши, как говорил другой представитель Единой России. А вот суровая реальность. Мужчина, 73 года. Не где-то там. Это Москва. Москва, Москва, социально благополучная, с высокими пенсиями. Мужчина просто лег на рельсы в московском метро. И таким образом покончил с собой. До конца я вам даже показывать не буду. Наших людей доводят до самоубийства. И продолжают рассказывать, что мы там работать не хотим или что-то. Как это комментировать? Что это за беспредел? Кто за это ответит? Рано или поздно они за все ответят. Россияне, русские люди, и татары, и казахи, и башкиры, и все, кто живет в нашей стране, говорит на русском языке. Если вы почитаете любые комментарии, любые статьи, все сходятся в одном. Мы вот это вот все так просто не забудем. Мы вот это все на тормозах не спустим и не простим. Как только громыхнет, как только будет повод, и не какая-то узкая кучка людей, а когда широкие народные массы вывалят на улицы, еще и росгвардейцы и полицейские переобуются присоединяться к гневной толпе, движуха будет страшная. И никто ноги не унесет. Просто не успеют. Это будет нереально. Они потеряют все, и страну ввергнут в хаос. И мы будем под угрозой развала. И всего этого хочет не народ. Всего этого добивается администрация президента, Единая Россия, как и другие партии и спойлеры. Ну и, естественно, чиновники региональные и федеральные. Как мы обсуждали вчера, либеральное крыло оппозиции анонсировало рекордный 500-тысячный митинг по всей стране. Алексей Навальный в это же время опубликовал новое письмо из исправительной колонии 2. Цитирую. Славься, Отечество. Свободное Отечество. Просто восторг. Второй мой любимый момент происходит очень скоро. Последнее упражнение зарядки. Его теперь с моей подачи все в моем отряде называют «Империя наносит ответный удар». Репродуктор на столбе командует. Марш на месте. Исходное положение руки на поясе. Приготовились. С левой ноги. Раз, два, три, четыре. И мужчины в черном со зверелыми лицами маршируют на месте, грохоча с сапогами. В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском ремейке «Звездных войн», где вместо имперских штурмовиков зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок – железные ломы. Отстаивая интересы императора, космос зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Но где бы они ни были, ровно в 6.05 они слушают гимн, в 6.10 делают зарядку, а в 6.30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай. Да пребудет с вами сила. Я уже высказал свое отношение к предстоящей протестной акции. Конечно, Навальный – это далеко не единственный политзаключенный. Свободу Платошкину, свободу Быкову, свободу Фургалу. Руки прочь от оппозиции, руки прочь от Николая Бондаренко. Этих людей постоянно притесняют. У нас что ни достойный кандидат во власть, что ни человек, который может, даже если не повлиять на процессы, хотя бы слова, трогающие простого человека за душу, высказать, не повторяя Соловьева и Киселева, эти люди оказываются за решеткой. Вот с Фургалом что произошло. Результаты его работы были довольно скромные, но он хотя бы говорил правильные вещи. И люди хотели видеть его, а не Соловьева по телевизору и так далее. Да, вопросов к нему тоже хватало. И даже за такую позицию Фургала, за то, что он не из Единой России, хотя ЛДПР тоже так себе партия, и даже за это он загремел. Николай Бондаренко уже в больнице. Шьют ему уголовные дела. Сколько таких будет? Хочется увидеть объединение оппозиции. Возможно ли это? Мне кажется, что вот эта вся ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, это очень хитрая игра администрации президента. Наоборот, оппозиция дробится все сильнее и сильнее. Левые дробятся очень активно, левые дробятся просто на моих глазах. Я знаю некоторые детали, которые происходят внутри некоторых левых движений. И скажу вам, ситуация на самом деле печальная. Люди не готовы работать. Когда ты начинаешь что-то делать, тут же возникает вопрос. Ага, я сейчас буду это делать, а результаты моих трудов присвоит себе Василий Михайлович или Петр Евгеньевич, а я останусь не у дел. Значит, нужно разобраться с тем, кто главный. Кто же, собственно, присвоит себе все результаты труда. И первое, о чем думают все эти деятели политические, околополитические, недополитические, активисты, идеологи, философы. Я хочу быть главным. И вот пока они этого не решат, они делать ничего не хотят. А когда все-таки доходит до дела, выясняется, а делать-то они ничего не умеют, ничего не могут. Митинги провести не могут, агитацию начать не могут, наклейки там напечатать. Ну что-то, вот что-то, любые действия. Благотворительные акции, экологические акции. Создать мощное средство массовой информации. Я создал канал, у меня 700 тысяч подписчиков. Благодаря вашей активности, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Конечно, из раза в раз призываю это необходимость. Благодаря вашей активности. Но я один, у меня нет помощников. Я работаю один, без выходных, 7 дней в неделю, уже много месяцев, с малейшими перерывами на болезни. Вот сейчас у меня меньше немножко времени и сил. Я второй канал Павел Иванов временно не веду. Но у меня получается. А там собирается 30 человек, 50 человек. У нас такая-то организация, у нас всякая-то организация. И они даже не могут разобраться, как работают социальные сети. Как делать правильные ролики, чтобы они набирали просмотры, чтобы они были интересны, чтобы люди прислушивались и узнавали информацию. Вот полная беспомощность и бесполезность. Молодежь, которая могла бы это осуществлять, в большинстве своем думает, как бы свалить из страны. Потому что либеральная пропаганда работает. Суть либеральной пропаганды, ну не суть, скажем, один из столпов. Это на Западе хорошо, у нас плохо. Зачем работать здесь? Простой вывод рождается. Зачем здесь вкладывать усилия, если можно просто уехать туда? Вот и всё. Так мы и остаёмся у разбитого корыта. Друзья, вместе мы сила. Молодёжь призываю не уезжать. Людей в возрасте, у кого есть время, у кого есть силы, вступайте в движение, вступайте в организацию и требуйте действий. Действий, ни слов, ни концепций, ни проектов, планов. Сделают пусть что-нибудь. С вашей помощью вы изнутри поможете, приложите все усилия. Не готовы? Пусть они вам тогда передают бразды правления. И вы, находясь во главе той или иной маленькой партийной ячейки, или создав свою ячейку, принимайте в этом участие. Только так, друзья, по-другому никак. Отступать некуда, позади Москва. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Напоминаю, что под роликом есть ссылка вот на такую кружку. Платошкин, свободу. Свободу всем политзаключённым. Свободу нашему многострадальному народу и нашей стране. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова